Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. Программой модернизации авиационного парка Франции, принятой в 1936 году, предусматривалась постройка целого ряда самолетов с самого разнообразного назначения. В числе других типов были, естественно, и разведчики. Фирмой Дивуатин было разработано несколько проектов разведывательных самолетов, как для армейской авиации, так и для флота. Проект Д-720 предусматривал возможность использования самолета не только для разведки, но и как легкий фронтовой бомбардировщик. По схеме это был моноплан с высокорасположенным крылом, разнесенным двухкелевым оперением и двумя двигателями жидкостного охлаждения. Достаточно узкий фюзеляж был спроектирован таким образом, чтобы обеспечить наилучший обзор для штурмана-наблюдателя, для чего носовая часть имела богатое остекление. Работы по проектированию и постройке первого прототипа Д-720 продолжались два года. Его первый полет состоялся 1 июля 1939-го. К этому времени фирма Дивуатин окончательно ввелась в концерн СНКМ. Хотя все работы производились собственными силами. В первых же полетах выяснилось, что самолет обладает весьма посредственными характеристиками. По максимальной скорости он остался на уровне бипланов постройки 1934-1936 годов. А по управляемости и другим летным характеристикам разведчик требовал доработок. Возможно, дело заключалось в маломощных двигателях Рено, которые имели небольшие габариты и позволяли сэкономить массу самолета. Эффект получился обратно. Испытание пришлось временно приостановить. К этому времени инженерами фирмы Блок был разработан и успешно испытан многоцелевой самолет МБ-175, обладавший более высокими характеристиками. Выбор был сделан в пользу МБ-175. Однако постройка серийных самолетов сильно затягивалась, что заставило командование ВВС не торопиться с отказом от Д-720. Фирмой Девуатин был проведен ряд усовершенствований своего самолета, хотя существенно улучшить ТТХ разведчика так и не удалось. В 1940 году Д-720 планировалось запустить в серийное производство, но это решение впоследствии было отменено, поскольку в строевых частях находилось немалое количество многоцелевых самолетов фирмы ПОТЭЦ. А производство нового самолета в короткие сроки наладить было невозможно. В конечном итоге ВВС отказались от Д-720 и самолет остался на уровне прототипа. Продолжение следует...